МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Календарный план проведения выборов президента Республики Беларусь. Сотрудничество Могилевской и Астраханской областей. Инновационный и продиктованный временем проект предприятия в Бавруйске. Мастерство дрифта на фоне могилевских достопримечательностей. И наша золотая пчелка. Это программа днями и я, Сергей Пеклин. Здравствуйте. 31 октября на заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрели вопрос о регистрации инициативных групп граждан в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Республики Беларусь. Напоминаем, Центральная избирательная комиссия Беларуси назначила президентские выборы на 26 января 2025 года. 4 ноября на заседании ЦИК Беларуси рассмотрят вопрос о регистрации инициативных групп граждан в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Республики Беларусь. Единогласный Центр избирком первый зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Александра Лукашенко к кандидатам в президенты. Совместные планы в промышленности и сельском хозяйстве. Этими днями Могилевская и Астраханская области подписали соглашение о сотрудничестве. Российские коллеги посещали Могилев на международном экономическом форуме «Мельница успеха». Теперь визит в ответ. Товарооборот между областями в первом полугодии вырос на 60%. За последние пять лет в четыре раза. Дальнейшее его наращивание, реализация гуманитарных проектов, развитие агропромышленного комплекса и рыбной отрасли. Такие приоритеты развития двухсторонних отношений. Первым пунктом программы визита Могилевской области в Астрахани стало возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь славы». Мемориал стал важным символом единства и общей истории двух стран и готовности к глубокому и продуктивному сотрудничеству, построенному на фундаменте исторического единства. В ходе встречи Могилевской делегации с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, с представителями региональных министерств и ведомств, обсуждалось взаимодействие в таких областях, как торговля, промышленное производство, сельское хозяйство. Сегодня, благодаря связи наших вузов, Могилевская, Астраханская, мы уже открыли у нас на базе Белорусско-Российского университета новую специальность «Нефтегазовое дело». Я, конечно, благодарен нашим коллегам. Второй у нас, на мой взгляд, очень интересный молодежный проект – это «Дорогами памяти и славы». Ребята с Астраханской области участвуют в этом проекте, а вообще 11 регионов Российской Федерации. И вот сегодня мы тоже проговорили вопрос, чтобы этому проекту дать еще новый импульс для движения. Это важно молодежи, важно в тех моментах, когда сегодня идет искажение правды о Великой Отечественной войне. И нам надо, наше молодое поколение, или нашему молодому поколению показывать истинную правду. А это можно не только рассказывать, и не столько, а нужно показывать. Поэтому посещение всех мест захоронений, боевой славы на территории Российской Федерации, Республики, Беларусь, нашего Советского Союза, конечно, имеет важнейшее значение. Третье направление – это промышленность. Это и наш лифтовый завод, и наше производство молочной продукции, бабушкина крынка. Я не буду называть все проекты, но сегодня они рабочие, они работают, и есть уже реальный, осязаемый результат. Это и наша, и мясная продукция. Сегодня мы также обозначили, на мой взгляд, интересную тематику. Для нас это то, что касается поставки мебели на территорию Астраханской области. У нас есть четыре производителя с различным ценовым диапазоном, от бюджетной до эксклюзивной мебели. И мы тоже готовы к поставкам. Мы активно использовали возможности, которые предоставляет Могилевский лифтовый завод, для того, чтобы производить замену наших лифтов на квартирных домах. Сегодня мы провели проектные работы, и уже на следующий год у нас в плановом режиме 122 лифта мы закупим в Могилевском заводе лифтово, и отработаем план закупок лифтов, для того, чтобы проводить модернизацию лифтового оборудования наших квартирных домах. Сегодня идет очень активный обмен продукцией. Мы в Могилевскую область поставляем нашу сельхозпродукцию. Традиционно это наши бахчевые, ну и, безусловно, конечно, ассортимент нашей рыбной продукции, которой наши коллеги из Могилева очень заинтересованы. Тем более, что в Могилеве есть стремление развить аквакультуру на территории Могилевской области. И наши коллеги с удовольствием поделятся своими технологиями и возможностями, которыми располагают. Во время встречи подписали ряд двухсторонних документов, направленных на создание новых экономических и культурных связей между двумя областями. Один из дней визита был посвящен деловому форуму «Астраханско-Могилевское партнерство. Выход на рынки стран при Каспии». Он собрал лидеров ведущих предприятий Беларуси и России. Такой формат позволяет бизнесу обеих стран оценить потенциал друг друга, обменяться опытом и найти новые точки соприкосновения. Экономика прежде всего. Президент Беларуси Александр Лукашенко не единожды ориентировал на это вертикаль власти. Так, бюджет Могилевской области более чем на 35% формируют частные компании. Многие успешно работают в одном направлении с государством. На преодоление санкционного давления и импортозамещение. К примеру, в Бобруське частная компания налаживает выпуск отечественных стоматологических слюноотсосов. Проект инновационный и продиктован временем. Сегодня такие инициативы на особом контроле исполнительной власти и во многом реализуются при поддержке государства. Подробнее в нашем следующем материале. Модернизация и развитие производства – путь, по которому сегодня идет Бобруйское частное предприятие «Лекпромразвитие» на рынке с 1991 года. Спектр выпускаемой продукции – от спецодежды до системы очистки воздуха. С недавних пор начали осваивать и новое направление – производство медицинских изделий – одноразовых стоматологических слюноотсосов. Мы выпускаем слюноотсос стоматологический одноразовый. Он бывает двух типов – со съемным наконечником и с фиксированным наконечником. Данная производственная линия является инновационной для Республики Беларусь, так как таких производств еще у нас нет. И плюс этой линии заключается в том, что производственный процесс полностью автоматизирован. Сборка и упаковка готовых изделий происходит в одном месте, в чистом помещении, в соответствии со всеми регламентами и требованиями для данного типа медицинского изделия. Слюноотсос – расходник. Его задача – отводить жидкости с полости рта пациента при стоматологических процедурах. В Могилевской области только государственные лечебные учреждения в год закупают порядка полумиллиона слюноотсосов за рубежом. С вводом отечественной линии потребность в закупке импортных аналогов отпадет. Производственная мощность линии рассчитана на выпуск более миллиона упаковок в год. По подсчетам экономистов, такое количество закроет потребность рынка в этих медицинских изделиях в Беларуси и России. Пока что линия работает не на полную мощность. Продукция проходит сертификацию. Наши стоматологи уже испробовали эти расходные материалы и достаточно хорошую дали оценку по качеству изготовления. И я уверен, что пройдя все вопросы экспертизы и испытания, данный расходный материал займут линейки наших медицинских учреждений достойно своего места. Запуск производства медицинских изделий на предприятии Легпромразвития задумали в 2023 году. Идею поддержал Могилевский областполком. Из инновационного фонда выделили около 600 тысяч белорусских рублей. Мы поддерживаем вот такое направление и будем поддерживать всех тех, кто заходит с инициативой, с новым производством, с импортозамещением и с рабочими местами. Это производство богато не только номенклатурой произведенной продукции, самое главное, оно богато людьми, богато теми специалистами, которые здесь работают. Сегодня на предприятии Легпромразвития трудится более тысячи человек. Весомую часть занимает производство изделий из пластика. Вот так, например, получается контейнер для хранения. Производство автоматизированное, литейщику помогают роботы. На этих термопласт-автоматах установлены роботы, система автоматизирована. Литейщик принимает минимальное участие в изготовлении этих изделий. Например, на данном термопласт-автомате сейчас изготавливается салатник, он изготавливается двух цветов. Нравится работать. Сейчас на данный момент остался тот коллектив, который работает давно, который уже сложился. Ну и люди как бы работают. Настроение боевое. Автоматизированное производство – шаг на пути развития. Однако человека оборудование полностью не заменит. С выходом новой линии по производству слюноотсосов на полную мощность планируется пополнение штата новыми работниками. А это плюс для рынка труда в Бобруйске и в Могилевской области в целом. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября подписал указ номер 402 о социальной поддержке. Документ принят в целях усиления социальной поддержки отдельных категорий граждан. Основные положения указа вступают в силу с 1 января 2025 года. В органах социальной защиты Могилевской области в настоящее время состоит на учете 278 тысяч получателей пенсии. Из них более 52 тысяч продолжают свою трудовую деятельность. В настоящее время выплата пенсии работающим пенсионерам производится, у кого индивидуальный коэффициент заработка свыше, чем 1,3 с ограничением. 29 октября текущего года подписан указ президента социальной поддержки, который снимает эти ограничения. То есть с января 2025 года выплата пенсии пенсионерам в период работы, кто имеет индивидуальный коэффициент заработка свыше 1,3, будет производиться в полном размере. Также указом предусмотрено порядок обращения за назначением пенсии. Если в настоящее время гражданин имеет право обратиться за назначением пенсии в день, когда он приобрел право на пенсию, то с 2025 года он имеет право обратиться за месяц до наступления права, либо по истечении месяца, как он приобрел право. И пенсия ему будет назначаться со дня наступления права. Следующее новшество, которое предусматривает указ, это поддержка семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. То есть если есть ребенок-инвалид, который потерял одного из родителей, то в зависимости от степени утраты здоровья, либо если эти дети после 18 лет стали инвалидами первой и второй группы, а они к своей пенсии, которую они получают, либо пенсию по инвалидности, либо пенсию по случаю потери кормильца, им будет в зависимости от группы инвалидности, либо степени утраты здоровья, платится доплата к пенсии, которая будет составлять от 80 до 110% бюджета прожиточного минимума. Также указом расширен ряд категорий граждан, которые с 1 июля 2024 года имеют право получать пенсию через отделение почтовой связи. С июля 2024 года в законопенсионном обеспечении внесены изменения, которые предусматривают, что выплата пенсии производится через банки. Исключение составляли только лица, которые проживают в сельской местности, либо лица, достигшие возраста более 70 лет, а также инвалиды первой и второй группы. Вот эти категории расширены. Сюда добавились инвалиды третьей группы. Также лица, которые по своей функциональной способности имеют класс ФК 3 и выше, то есть ограничения в передвижении, они тоже имеют право получать пенсию на почте. Также лица, которые будут достигать 70-летнего возраста до января 2025 года, лица, которые проживают с инвалидами первой группы и лица, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды. Все эти новшества вступают в силу с 2025 года. Также еще указом предусмотрено уменьшение страхового стажа для женщин, родивших четверых детей. Если ранее страховой стаж минимальный требовался 5 лет только для матерей, родивших пятерых детей, то с января 2025 года это будет распространяться и на женщин, которые родили четверых детей. В мире и согласии. Сотрудничество органов власти и религиозных организаций в сохранении и приумножении духовных и культурных традиций белорусского народа обсудили этими днями в Бавруйске. В выездном заседании коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей приняли участие десятки гостей со всех областей Беларуси. Тематические выставки «Могилевщина Многоконфессиональная» представили красоту многодетной семьи, поделились опытом лучших проектов по патриотическому воспитанию, благотворительности и помощи людям. Законодательством Республики Беларусь, в том числе и основным законом нашей страны, Конституции, предоставлена свобода каждому человеку выбирать вероисповедание или быть неверующим человеком. Но главное, что каждый человек самостоятелен в выборе. Как отметила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облсполкома Екатерина Музыченко, функции у власти и религии разные, но задача одна – духовное развитие нации, счастье и благополучие наших людей. В Бавруйске мирно существуют представители 11 конфессий, здесь насыщенная палитра духовной и религиозной жизни, созданы условия для сохранения духовных богатств и традиций каждой конфессии. Всё это благодаря оплодотворному сотрудничеству между органами власти и религиозными общинами. Если брать наш храм здесь, Бавруйске, больше 30 тысяч гостей мы принимали за 2024 года, цифра немаленькая. Любая церковь, храм, синагога, она помогает человеку как учитель. Они пытаются дать человеку воспитательные возможности, а дальше он развивает это сам. Он получает основу веры. Конфессиональная жизнь Могилёвщины разнообразна и протекает динамично, спокойно, в правовом русле. Совершенствуются методы и формы работы во взаимодействии по актуальным вопросам. Я хочу напомнить, что наша страна является многоконфессиональной. Все эти люди мирно уживаются в нашей стране. У нас нет межрелигиозных конфликтов, межнациональных столкновений, что является важным фактором сохранения социально-политической стабильности в нашем обществе. Государство ведет диалог со всеми конфессиями, чтобы слышать каждого и решать возможные вопросы. Именно это позволяет Беларуси сохранять мир и спокойствие, межконфессиональное согласие на нашей земле. Участники и коллеги озвучили примеры взаимодействия между органами власти и религиозными организациями в сферах образования, культуры и благотворительности. Организация существует уже 25 лет. Именно на нашей Минско-Могилевской архиепархии люди обращаются с абсолютно разными вопросами. Начиная от самого простого – помочь каким-то набором продуктов или бытовой химии и заканчивая, может быть, более сложными вопросами – помочь возобновить документы, восстановить или еще что-то. Во взаимодействии государственных органов и религиозных организаций незаметное направление – религиозный туризм, который получил развитие в последние годы. Причем люди стали больше ездить внутри своей страны, путешествуют целыми семьями, разные поколения приобщаются к духовным святыням и историко-культурному наследию белорусской земли. Большой интерес у туристов к храмам, мемориальным и дворцово-парковым комплексам, животворным крыницам. В нашей стране официально признано законодательно 13 видов туризма, в том числе это религиозный туризм. Этот вид туризма, он сочетается со многими другими видами туризма, ведь поскольку интерес у путешественников, он зачастую бывает комплексный. В Могилевщине вызывают интерес такие места, как Свято-Никольский монастырь, Успенский монастырь, места проведения праздников. Проходит достаточно большое число обрядов, и голубая краница на Макове привлекает значительное число туристов, именно которые посещают краницу с паломническими целями. Создается сейчас каталог мест, которые интересны будут для посещения с религиозными целями. И, безусловно, основная задача наша – доносить до путешественников полную информацию о религиозном потенциале нашей страны. Как подчеркивают все участники встречи, в Беларуси существует много направлений для сотрудничества различных конфессий и для всех важны традиционные ценности. Семья, уважение к старшим поколениям, сохранение национальных святынь и любовь к родной земле. Компания о вакцинации против гриппа идет активно в Могилевской области. В этом году профилактическими прививками охватывают около четверти населения региона. Это примерно 260 тысяч человек. По расчетам эпидемиологов, такого количества достаточно для создания коллективного иммунитета. Акцент делается на вакцинацию групп риска. В первую очередь, это люди с хроническими заболеваниями – дети и беременные женщины. И так называемые профессиональные группы риска. А медики еще раз настоятельно напоминают родителям о том, что и забота о малышах – взрослая ответственность. Медики без устали вновь и вновь рассказывают о том, что вакцинация – это самый простой и наиболее эффективный и безопасный способ защиты от инфекции. И на личном примере спешат показать, что компания по вакцинации от гриппа чрезвычайно важна для каждого человека. Вакцина «Гриппол плюс», которая на сегодняшний день достаточна, в том числе и в Могилевской области. Вакцина достаточно эффективная, инактивированная. Ежегодно штаммы обновляются, поэтому она актуализируется и дает возможность создать достаточный иммунитет и подготовиться к сезонной заболеваемости вирусной инфекцией, в частности гриппа, который ожидается в конце этого года. Вакцин на сегодняшний день в Могилевской области достаточно. И активно ведется работа, в первую очередь вакцинируются медицинские работники, пациенты, которые имеют хронические заболевания. Ну и в целом мы видим по той активности населения, которая, она важна, то, что мы сможем создать достаточную иммунную прослойку для того, чтобы не распространялось заболевание. Сделать прививку против гриппа специалисты рекомендуют в самые ближайшие дни, ведь организму еще необходимо время, чтобы выработать иммунитет. И у специалистов, которые по роду своей профессии сталкиваются с инфекциями, есть весомый аргумент в пользу вакцинации. Для меня аргумент в первую очередь связан с тем, что я знаю, что такое грипп. Это достаточно опасная инфекция, имеет массу тяжелых осложнений. При заболевании гриппом мы имеем риски получить осложнение на иммунную систему, на систему органов дыхания, на сердце, на кровеносную систему, на нервную систему. Если сопоставить риски, между тем, риски от заболевания гриппом и какие-то надуманные риски от того, что будет сделана прививка, это просто несопоставимо. И здесь неоправданных рисков быть не должно. Особое внимание медицинские работники просят уделить ребятишкам до трех лет, которые пока не ходят в детский сад. Дети до трех лет – это наиволее уязвимая категория граждан, которые подвержены различным заболеваниям. Потому что иммунная система еще несовершенна. И я призываю всех родителей привить детей, у которых нет противопоказаний, вакцины против гриппа. Тем самым защитив ребенка от заболеваний. И также хочу обратиться к мамам и папам, что дети до трех лет – это в основном неорганизованные дети. До них прийти в школы, в сады мы просто не можем. И призываю их всех обратиться в поликлиники по месту жительства для проведения вакцинации. Ответственность родителей очень большая за то, как будет ребенок болеть или не будет болеть. Защитит он своего ребенка от гриппа или не защитит. Специалисты подчеркивают, современная вакцина достаточно надежно защищает организм от гриппа. Благодаря прививке можно избежать осложнений, которые вызывает этот коварный вирус. Вакцина хорошо переносится, в ней нет живых антигенов, поэтому от этой вакцины заболеть невозможно. Ежегодно в школах и детских садах медики проводят с родителями профилактические беседы о плюсах вакцинации от гриппа. Так, воспитатели санаторного детского сада номер 85 Могилева каждый год проходят сезонную вакцинацию. Говорят, тем самым могут обезопасить себя и своих воспитанников. Практика показывает, что родители воспитанников, которые прививаются, они реже болеют или если заболевают, то очень легко проходит их болезнь, протекает болезнь очень легко. На родительских собраниях мы беседуем, разъясняем точно так же про безопасность прививки, а то, что вакцина безопасна, не дает никаких осложнений. С вакциной грипп пол-плюс мы работаем очень давно, как бы так, и мы можем проанализировать этот вопрос, что реально те дети, которые прививаются у нас, прививаются ежегодно, то они не болеют, либо болезнь переносит в более легкой форме. По словам специалистов, каждый год количество людей, прошедших вакцинацию от гриппа, увеличивается. Позаботиться о собственном здоровье и создать иммунную прослойку для тех людей, кого необходимо поберечь – в этом и есть задача вакцинации от гриппа. Могилев этими днями принимал интернациональную команду дрифтеров. Пилоты из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда, Бразилии, Беларуси и других стран демонстрировали мастерство дрифта на фоне могилевских достопримечательностей. Спортсмены уже побывали в Брестской и Гомельской областях. Итогом станет промо-ролик, популяризирующий автоспорт и, конечно, Беларусь. Брестской областях. Продолжение следует... О, спасибо! Мы нужно попробовать. Это мой любимый. Три прой! еще до рассвета центр могилева превратился в киноплощадку город готовится к съемкам так парни начинаем блок-арма на первую локацию съезжаются пилоты кары разогревает готовят к заездам герои ролика хедлайнеры всех медиа на этой неделе звезды мирового и белорусского дрифта сюжет видео расскажет о пилотах которые собирают данные для искусственного интеллекта путем проведения заездов на специальных участках и это лучшие локации нашей страны а могилевский дрифт начинается авторы и организаторы проекта международная компания блокчейн sports ecosystem и компании drift labs x labs они работают над автономным управлением дрифт машиной на основе искусственного интеллекта и финале готового ролика ее обязательно покажут я в дрифте уже давно и слежу за ним по всему миру и ничего подобного я не видел это прям проект такой колоссальный огромных масштабов но это мечта вообще для любого дрифтера любой из нас всегда хотел бы прокатиться в городе легально это прям очень крутая возможность поэтому мы прям рады когда кого-то из нас вызывают съемочную площадку и первая площадка мост имени яшина через реку днепр первая в могилеве и очередная съемочная проект уже дрифтовал на специальных участках бреста гомеля несвеже и косово и за несколько съемочных дней успел взорвать белорусские паблики дмитрий ну как вам могилевское утро погода не очень на утро могилевская классно как город зарядил город зарядил мост вот этот очень широкий быстрый зарядил не знаю на недельки две вперед вот и когда еще видишь виды города по сторонам когда делаешь перекладку так это заряжает еще больше а дальше съемочная площадка перемещается к могилевскому театру драмы одному из самых узнаваемых символов города и сегодня здесь главный герой дрифтер из австралии все делается для того чтобы популяризировать автоспорт дрифт и чтобы и беларусь узнала больше и во всем мире узнали больше география участников проекта это и есть весь мир кинодрифте снимаются спортсмены из беларуси японии австралии нидерландов таиланда и бразилии а могилевскому зрителю ролик уже понравился не дожидаясь премьеры но это просто шикарно я не ожидал таких эмоций и просто такие звуки это просто великолепно это не громкие слова все что происходит здесь в течение двух недель по всем городам нашей страны это беспрецедентная история для всего мира могилев точно такого еще не видел сегодня здесь собрались топовые дрифтеры от японии до бразилии и все они герои масштабного промо ролика в городских локациях эмоции зашкаливают и напоследок о наших творческих детях 22 международный фестиваль детского творчества золотая пчелка проходит в климовичах этими днями форум объединяет талантливых детей и подростков из беларуси россии азербайджана и узбекистана золотая пчелка масштабное событие международного уровня и одна из визитных карточек могилевской области программа мероприятий фестиваля по традиции насыщенная и очень разнообразная конкурсанты демонстрируют свое мастерство знакомят зрителей и участников жюри и гостей с культурой своих стран и народов из года в год фестиваль открывает новые таланты обогащает культурную палитру наших стран лучшими образцами детского творчества такой праздник детства раскрасит любую пору года присоединяйтесь празднику и вы и берегите себя эта программа днями до встречи в эфире